Некоторые наши праведные предшественники много поклонялись, совершали много дел, как молитва, пост, аж и так далее. И сказали им некоторые их товарищи, «Ты утомил свою душу». Он ответил, «Потому что я хочу для нее отдыха». Верующий, если он сегодня борется со своей душой, то он борется с ней ради отдыха, для нее. Чтобы она спаслась от наказания Аллаха, чтобы она обрела успех посредством благополучия. В день воскрешения вы обители благородства, вы обители счастья, чтобы было сказано о его семье. В день воскрешения, о обитатель рая, вы будете здоровы и никогда не заболеете. Вы будете жить и никогда не умрете. Вы будете молодыми и никогда не состаритесь. Вы будете наслаждаться и никогда не будете грустить. А что касается этой обители, то это обитель перемен, обитель смерти, обитель болезни и печали. Даже если жизнь будет длинной, даже если человек будет наделен полноценным здоровьем, его концом будет смерть. В любом случае будет смерть. Каждая душа вкусит смерть. И обитель, концом которой является смерть и гибель, не имеет ценности. И одними из величайших причин страха перед Аллахом и возвеличивания его запретов являются размышления над Кораном. И большее чтение его, размышления над участием после смерти, и то, что будет после смерти, размышления о могиле, будет ли она одним из садов рая или будет одной из пропастей огня. Затем размышления о том, что после этого, после воскрешения, возрождения, будешь ли ты одним из обитателей рая или из обитателей огня. Размышления об этом и забота об этом деле являются причинами страха перед Аллахом, причинами возвеличивания Аллаха и причинами спешки угодит Аллаху.